На приеме у следователя потерпевший житель города Бреста. Мужчина хотел сделать подарок сыну, подыскал в интернете айфон за привлекательную цену и, поверив продавцу на слова, перечислил предоплату в размере 200 долларов США. Преступник до сих пор выходит на связь, но получить свой товар пока покупатель так и не смог. Продолжается негативная тенденция, наметившаяся во второй половине 2020 года по росту количества преступлений, связанных с хищением денежных средств банковских платежных карт потерпевшей. При этом мошенники используют все новые способы завладения чужими денежными средствами путем злоупотребления доверием. На данный момент гражданам звонят не только так называемые сотрудники банков с просьбами подтвердить вход в личный кабинет, назвать личные данные, либо данные банковской платежной карты, а также новый этап в сфере мошенничества – это предложение гражданам сотрудничества с правоохранительными органами и органами государственной власти. И, к сожалению, ситуация не единична. Так, например, Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по похожему эпизоду. 17 февраля 48-летнему жителю Пружан поступил звонок в мессенджере «Вайбер». Звонивший мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и предложил поучаствовать в спецоперации по выявлению недобросовестных банковских сотрудников. При этом звонивший пояснил мужчине, что в настоящее время со счета мужчины пытаются снять денежные средства. Для того, чтобы остановить списание, денежные средства необходимо перевести на государственный счет с целью их сохранности, что мужчина и сделал. На данный момент многим белорусам уже поступали звонки от эфиристов, выдающих себя за сотрудников банка, коллекторов, требующих отдать долги или даже оформить на свое имя кредит. Мошенники очень изворотливы и, видя, что старые приемы уже не работают, используют все новые уловки. Еще один из новых видов мошенничества – это звонки с предложением установить на телефон приложение, якобы защищающее денежное средство, имеющееся на карт-счете. Вместе с тем, указанная программа при установке на мобильный телефон позволяет удаленно управлять им и, как следствие, происходит хищение денежных средств с банковских платежных карт. Из последних методов обмана – звонок от имени интернет-магазинов с предложением начислить вам бонусные баллы. После того, как вы последуете инструкциям, вас соединят с оператором, тоже мошенником. Также вас могут попросить сфотографировать подпись на оборотной стороне карточки. На самом деле преступника на фото будет интересовать CVC-код. Но самый изощренный метод – это когда у звонящего будет голос вашего родственника или знакомого. Итогом разговора станет просьба срочно выслать деньги. В настоящее время хищение банковских счетов граждан имеет место в различных формах. Так, в 2019 году Брестским межрайонным отделом Следственного комитета было возбуждено 314 уголовных дел по статье 212 Уголовного кодекса, а в 2020 году – 1020 уголовных дел. Шансы поймать таких преступников все же есть. А вот в отношении доверчивости наших граждан следователи, к сожалению, бессильны. Чтобы не потерять свои сбережения, на самом деле нужно очень мало. Перед каждым действием, связанным с деньгами, всего лишь возьмите паузу и подумайте о последствиях.